Телеканал КРТ представляет У нас должна, программа разрабатывалась, энергия Буран. То есть это челнок, который, так сказать, должен работать лет 20-25, возвращаемый аппарат. И у нас, кстати, лучше Буран получился технологический, нежели Шаттл. Да, и для чего это было сделано, как эти, так сказать, руководители космической промышленности, они объясняли тем, что вот на этом челноке килограмм груза, доставляемый туда, в космос, будет намного дешевле, чем эта, значит, ракета будет переносить его, ну, тот же вес. Поэтому это было выгодно, хотя затраты были приличные. Оказалось, что сам Буран создавался в Москве, в Подмосковье, ракеты и центральный бак где-то по Волжье, а Байконур у нас, знаете, где. Поэтому, когда прикинули, то есть это наземным путем, готовые изделия перевозить, это невозможно и сложно. К тому же, если Буран вдруг окажется, что, значит, возвращаясь из космического пространства на Землю, ну, произойдет какой-то нибудь сбой, и он не попадет на Байконурский аэродром, а где-то сядет где-то, каким образом его доставлять. Поэтому вопрос еще тогда возник о том, чтобы перевозить это на самолете. Был тогда созданный уже летал самолет «Руслан». Так вот, на базе этого «Руслана» нашему тогда еще жив был первый руководитель наш Антон Олег Константинович. Ему была поставлена задача создать такой самолет, чтобы 250 тонн на внешней подвеске мог перевозить этот летательный аппарат. То есть это и Буран, и центральный бак, и ракеты, ну, по отдельности. И эту задачу конструкторское бюро выполнило. Ну, уже Олег Константинович умер, его подхватил, как говорится, второй наш, как говорится, выдающийся генеральный конструктор Петр Васильевич Балабоев. И была создана вот эта «МРИЯ» на базе, ну, собственно, «Руслановских» основных, как говорится, составляющих. Только больше, только это самое. И если грузоподъемность «Руслана» первично была 120 тонн, сейчас уже довели до 150, то тут задача стояла 250 тонн на внешней или внутренней подвеске. Или внутри, или на внешней подвеске. И уже как раз именно этот самолет с Бураном именно вы пилотировали. И за это вам дали героя Украины? Нет, не поэтому. Как раз развал Советского Союза, и тут как раз еще в Украине не было такого звания. А героя Советского Союза, уже поздно было подавать нашим руководителям. Поэтому не по «МРИЯ». Но я не о том. О том, что тогда была создана «МРИЯ», и первую свою задачу, выполнив цикл испытаний, еще не получив сертификата летной годности, но мы уже приступили к выполнению той основной задачи. Прилетели в Байконуре, из Байконуре нам, как говорится, погрузили сверху Буран и провели цикл испытаний совместно с Бураном. Те все результаты, которые мы получили, они полностью совпали с расчетными теми, которые конструкторы нам, как говорится, подписывали. То есть все это удачно, все это хорошо, все это прекрасно. И скажу, что после этого мы еще полетели вместе с Бураном на Парижскую авиационную выставку. Это самая престижная, знаете, в мире. Да, Лебурже. Лебурже. Ну, я скажу, что я много раз там был в Лебурже, но я такого ажиотажа не видел возле нашей, как говорится, этой пары. Были, ну, скажем там, тысячи людей, которые стояли у наших этой пары для того, чтобы увидеть, сфотографироваться, так сказать, запечатлеть, что вот такое они тут в жизни увидели. Так что фурор был очень серьезный и мощный. Вот. Еще скажу, ну, такой момент. После этого американцы пригласили на свою авиационную выставку, в Аклахоме она была, в Мрию. Ну, значит, это ж дорого, в общем-то, туда полететь. Они взяли расходы на себя, и, ну, было правительством принято решение, что все-таки полететь и американцам показать эту Мрию. Так вот, в Аклахоме, когда прилетели мы, то средство массовой информации объявило, что на этой выставке будет присутствовать самый большой самолет в мире. Ну, они не сказали, откуда, где, может, они там и сказали, но народ не уточнили. Не уточнили, да, и не понял. И поэтому очень большая масса оклахомцев, а там многомиллионный, как говорится, город, желающих увидеть самый большой самолет в мире, они, естественно, прибыли на эту выставку. И, как писали их газеты и телевидение, что Америка не видела таких очередей с 30-х годов, потому что эта очередь была километровая, она змейка вот такой. Выстаивали люди по полдня для того, чтобы подойти в Мрию. И мы же там открыли, как говорится, носовую часть, войти в нее там, посмотреть. Так самое примечательное было то, что, значит, экипаж, ну, смотрел же, чтобы там что-нибудь на сувениры не открутили. Вот. Ну, и заходящий каждый, как мне доложили члены экипажа, там, третий, четвертый американец, он удивлялся, сказал, о, Боинг создал такой самый большой в мире самолет. Ему объясняют, нет, не Боинг, а кто же создал? Антонов. А в каком штате этот Антонов? Да не в штате, это же где-то, а город какой? Киев. А где это Киев? В Украине. А где это Украина? То есть народ не знал, как говорится, вот таких моментов. Но, на счастье, у штурмана наша политическая карта мира оказалась. Он показывал примерно где? Нет, я же сам прорисовал, очертил фломастером Украину, Киев написал, стрелки показал. И мы на скотче приклеили тут же на борту, входящий. Ну да, чтобы понимали. Вот. Ну и потом показали. Те же вопросы, одни и те же, это же каждый третий, четвертый задавал эти вопросы. Вот. Потом, когда интервью мне брали, так я немножко, как бы, там, подколол. Ну, как, интересно, да, интересно. А много народу? Да, конечно, много. Ну, пришлось поработать у вас здесь. А как поработать? Ну, давать уроки географии вашим жителям Оклахомы, потому что они не знают, где это Киев, где это Украина. Не, ну, раньше не знали Советский Союз, а потом просто события так быстро развивались, что там, кто там, кого разбирался. Это история.